Девочка-пай Многое было в жизни этого человека, и, возможно, в какое-то время он даже и подумать не мог о том, что жизнь свяжет его со сценой. Скажу только одно – это очень талантливый человек. Встречайте, такой, какой он и есть, Михаил Грубов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Вика. Я так понимаю, что к своим первым альбомам вы шли достаточно долго, хотя знакомство с музыкой началось еще с музыкальной школы. И тогда, кстати, вы начали писать стихи. А кем в те годы вы мечтали стать? В сознательном возрасте мечты не было. Я, в принципе, очень долгое время работал в обычном водилы. За руль сел в 1974 году перед армией, потом после армии пришел и опять сел за руль. Но параллельно с этим всегда, конечно, участвовал в каких-то музыкальных коллективах. Тогда было не так, как сейчас, легко заявиться. Сейчас можно заявиться, сейчас есть интернет, тебя могут узнать. А тогда все, что мы делали, ну, как бы трудно было где-то себя показать. Ну, на своих междусобойщиках, на каких-то презентациях у друзей мы что-то там где-то пытались сделать. Выше ты никуда не прыгнешь. И на всех тех автохозяйствах, где я работал, конечно, я везде организовал эти коллективы музыкальные. А потом, почему я и бросил, как бы мне потянула другое там совсем улица и прочее, прочее. Поэтому планов я не строил по музыке. Давайте просто включим настроение, давайте просто песни попоем. Без повода нальем в бокалы веселье, отложим все проблемы на потом. Самые яркие моменты, которыми бы вы могли охарактеризовать ваше детство. Сложный вопрос. Охарактеризовать детство. Я до пятого класса учился в интернате, как бы, вот, и там все жестко очень было. Там у меня, наверное, вот это яркое впечатление, когда я после пятого класса ушел в нормальную школу, то есть в город вышел. Вот, ну, наверное, это самое яркое у меня было впечатление. За всю свою жизнь вы сменили достаточно много профессий. Это была жизненная необходимость или поиск себя? Да нет, это мое раздолбайство, труболет просто. И как бы был, надо куда-то было устроиться, устроился. Ну и так, и так, и так. На стол не ставят поднятый бокал, и это уже даже не примета. Не тормозите те, кто не устал. Храни вас Бог, и долгие вам лета. А работать дальнобойщиком вам нравилось? Вы вроде сколесили весь Советский Союз. Очень нравилось. Ну, в последний раз я ездил, дай бог памяти, наверное, в 87-м или 88-м году. Бийск, это довольно далеко. И я вот после той поездки, что-то я себя уже почувствовал, что что-то мне тяжеловато стало уже эти все дальние рейсы. Вот, и я уже потом ушел с дальнобойщиков. Вот, но тогда было все не так, как сегодня. Там ни рации, ничего не было. Только встал, если все, труба там, если дай бог, кто поедет. Вот, тебя, конечно, помогут. Вот, наше братство водило, да, это, конечно, все оно присутствовало всегда. Но было сложнее связаться. Сейчас можно по рации искать. Ребята, я в медиа, да, там они подъехали. Ну, было такое, да. Я тебя уважаю, дочь, Босиком-то с тобой по лыжам, Душу мне до краев нальешь, Вот поэтому ты и нужен. Взял за радугу целовать, Разбросаешь алмаза в горсти, Эх, пойдем-ка со мной, родной, В мое прошлое сходим в гости. Что вас побудило начать писать стихи? Какое событие в жизни? Ну, это не побудило. У меня это баловство началось еще, наверное, когда мне лет пять, еще шесть было. Я помню, я написал про Ленина, там какое-то стихотворение. Вот, и в «Пионерской правде» его даже напечатали. Нет, серьезно. Вот, и, ну, и потом как-то на полях там что-то стал писать. Но в то время, как бы, я очень стеснялся их кому-то показывать, потому что я даже потом, когда уже мне сейчас ребята встречают, с кем я работал водителем, да, водилой, они говорят, ну, что же ты нам, я говорю, ну, представляешь себе, да, мы сейчас с линии приехали, я поставил табуретку, а я вам буду там стихи читать. Вот, ну, смешно, да? Ну, я это не афишировал совершенно, но у меня было много там, как бы, что написано. Вот, но я почему-то считал, что это, ну, считал, что это как-то не мое занятие. В общем, написал и написал. Когда уже в более зрелом возрасте, ну, 10 лет назад у меня проект, был группа «Александровский сад», мы рок-н-ролл играли. Вот, я для этих ребят написал, я у них был арт-директором. И я им там подсунул свои тексты, говорю, ребят, давайте попробуем. И они сделали пять песен, я думаю, блин, ну, клево получилось у них, давайте попробуем. Вот, но рок-н-ролл на сегодняшний день, по крайней мере, тот, который мы классически играли, он уже сегодня не так востребован, и, конечно, коллектив распался, потому что там репетиция, репетиционная база надо снимать, это все деньги стоит. В общем, не потянули, мы все люди небогатые. Вот, и, в общем-то, мы прекратили этот опыт, да, вот. И был у меня один исполнитель, который, я вот решил сделать проект шансона. Был один исполнитель, я ему дал свою фамилию, он Сергей Грубов, я выпустил с ним четыре альбома. Вот ему из четыре альбома я эти написал, вот, тексты, вот. Ну, и все, я там уже почувствовал, что, как бы, да, я могу кому-то что-то показать. Где мы берем друзей, там, наверху и дней, Только так хочется знать, знать, знать. С кем мне путь соли съесть, дать, а кому в душу влезть? С кем не боюсь умирать. Оставлю вам, оставлю вам, оставлю вам, друзья, Что с вами я нажил, С собой возьму. Судьба со временем вас свела с Валерием Разумовским и Сергеем Сиделевым И дала вам шанс на творческие поиски. Но я понимаю, вы тогда еще не пели? Нет, не пил. Я и не собирался петь. А когда произошел тот переломный момент, и вы встали к микрофону? Ну, я подробно не буду рассказывать, да, просто случилось так, что я, как бы, этого Сергея продюсировал и писал песни. Вот. Но, как обычно бывает, да, что кто-то что-то почувствовал, какую-то там свою величину, И решил, да, я не хотел бы об этом распространяться. Короче, мы разошлись. Все. А у меня материала много, и я, как бы, просто сел и думаю, Ё-моё, а что делать-то с этим совсем? И я к Валерке приехал, говорю, Валер, попробуем, давай песню записать. С Разумовским я познакомился еще до Сиделева. Мы с ним уже знакомы лет 25. Это вообще, это подарок судьбы для меня, я считаю, потому что мы же... Он приехал в Прибалтики, одаренный, совершенно талантливый человек. Вот. И он снимал квартиру напротив моего дома. И причем снимал квартиру у моего друга. Мама с сыном жили, он у них снимал квартиру, комнату. Вот. И я приехал к другу, мы с ним познакомились. И это он меня когда-то всунул. Не всунул, в смысле, а привел там в какую-то тусовку попсовую. Это еще до Александровского сада это давно было. И я такими глазами на все это смотрел. То есть там люди, там, как бы, известные. Он меня познакомил с кем-то. И меня это все, меня это увлекло очень. И мы с ним вот задружились после этого. А у него студия была маленькая, крохотная, на Электрозаводской здесь. Вот. И, в общем-то, отсюда у нас пошла дружба. И потом уже я с ним уже плотно, стали работать. И он понимает то, что я хочу показать, исполнить. И мне с ним работать как с аранжировщиком. Он меня понимает. И сейчас, я завтра к нему, в воскресенье, я к нему поеду писать еще одну новую песню. Поэтому я очень благодарен вообще судьбе, что у меня ловерку он подарил, судьба. Не прячься за небом тяжелое, не кутай себя в облака. Тебе мир не кажется сложенным, и правда здесь только твоя. Не будь молчаливой иконой, не надо творить чудеса. Дотронься святою рукою до грешной души мужик. Ваши стихи – это ваши песни. Да, конечно. Допустим, Шереметьево я написал не для песни. Это я написал тоже в конце 70-х. Я провожал друга своего, он у меня улетал в Израиль. И вот было такое прощение трогательное. Вообще я там аж мужик-мужик, а слезу я сам чуть не пустил. Потому что раньше это был билет в одну сторону. То есть человек уезжал, мы уже знали, что он уехал навсегда. Мы его больше не увидим. Вот Шереметьево тогда, это была не песня, конечно, это текст. Просто я писал сихтарей, я его туда отправил, мы с ним до очень пора еще дружим. А потом я Жеке показал этот текст Евгению Григорьеву. Он говорит, давай сделаем песню. Получилась неплохая песня. Шереметьево-2, колыбель расставаний. Шереметьево-2, смах последней рукой. Прощайте все, сегодня улетаю. Быть может, да, кому-то пригожусь. Еще не наступил на травм, а я уже мечтаю, мечтаю, как в Россию я вернусь. Жизнь – это постоянная борьба за выживание. Вы с этим столкнулись достаточно плотно. Вы бы хотели иметь очень много денег? Очень хотел бы. Даже не скрываю этого, а что здесь такого? Конечно, хотел бы. У нас же постоянно, если ты как бы среднестатистический гражданин нашей страны, то мы же тем и живем, что у нас постоянно что-то не хватает. То есть тут надо ремонт сделать. Сейчас мне надо песню записать, мне нужны деньги. Я, кстати, последний раз, 5 лет назад, по-моему, у меня на альбом не хватало денег. И я устроился персональным водителем для того, чтобы там заработать денег и записать. Там мне не хватало 4 песни записать. Но я все представлял, что такое персональный водитель. Но то, что как я отработал, я 2 месяца, я просто оттуда убежал, послав его, в общем, далеко. У меня не выдержало ни нервы, ничего. Я ребятам, конечно, сочувствую, кто работает с персональщиками. Но меня заставило жизнь. Очень мне нужно было записать эти песни, а побираться ходить я не хотел. Вот я пошел водителем. Естественно, мой работодатель не знал, что я там пишу, что у меня альбом на выходе, и что-то еще. И до сих пор не знаете, слава богу. Ну, в общем, был у меня такой опыт. Я потихонечку спиваюсь, чем раньше жил, осталось позади. Менять чего-то больше не стараюсь. Реальность смыли пьяные дожди. Михаил, у вас замечательная семья, жена, двое детей. И, насколько я понимаю, женились вы достаточно рано. В чем секрет семейного счастья? В общем, секрет нет, это заслуга света моей жены, абсолютно точно. Сколько она меня натерпелась, конечно, дай бог ей здоровья. 36 лет мы живем, вместе двое детей, внуку 16 лет. Ну, не знаю, в общем-то, как бы, я не знаю, как это сказать, что это прям любовь. Но мы друг без друга на самом деле не можем, это непростые слова, это серьезно. Если я уезжаю даже на гастроли, блин, я по ней уже скучаю, я ей звоню, там, Светочка, как у тебя. Я серьезно, это без всякого лукавства. Вот так, как нас свела жизнь в свое время. Ей 17 было, мне 20, после армии 21. Ну, в 20 мы познакомились, в 21 женились. Не, ну, скандалы бывают, ну как, ну, не монах, не монах, конечно, но там другой совсем. Значит, вы умеете любить? Ну, спасибо, надеюсь. Да, 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 думаю, да. Что для вас значит сцена? Ну, если я сейчас скажу, что это святое место какое-то там, ну, не совсем так. Но, на самом деле, это огромная радость для меня, когда я выхожу на сцену и, конечно, получаю кайф от того, что, если меня зал хорошо принимает, вот, и я, конечно, в этом купаюсь и получаю огромное удовольствие. Если они меня понимают, а я понимаю их, это вот в этом кайфе я уже, я понял, начал понимать, когда вышел на сцену. И когда я увидел ответную реакцию, а не у меня. И, да, это большое счастье, когда это происходит. Похвалиться, кореш, нечем мне, все, что должен, получил. Не хватило красноречия тем, кто жить меня учил. И вон сало с темной ночкою, между ребер грусть-тоска. На спех, сделанной заточкою, добивала дурака. Есть ли вокруг вас люди, про которых вы бы могли сказать, да, это мой настоящий друг? У меня есть друзья, которые у меня вот с того же пятого класса. Но это друзья. То есть я понимаю, что он мне может позвонить там ночью, и мне плохо, и я там к нему приеду. Но это немножко не то, что я жду от дружбы. Все равно это уже не то. Потому что сейчас все загружены своими делами, проблемами. Есть люди, которые, я знаю, что они дружат там друг за другом, там все, пасть поручно называется. Но у меня, к сожалению, такого нет. Я просто хвалиться здесь точно нечем. Друзья хорошие есть, это безусловно. Друзья хорошие есть. И я не думаю, что много таких, кто у кого есть, но я им завидую, у кого есть настоящий такой друг. Ну да, я уже сколько раз обжигался, тем более, что как бы все откроешь человеку, все как бы раз, а потом бах, и тебе делают подлость, да, или тебя предали, или тебе что-то там заспел. У меня даже есть песня «Какая жизнь без врагов», да? Вот. И я вот в этой песне как бы обозначил как раз то, что это дружба. Сколько слышал от вас добрых слов, а в остатке шлипки от плевков. Вы братаетесь, пряча глаза. Не помню сейчас. Ну, неважно. Если кто найдет в интернете, тот увидит, послушай. Поэтому, к сожалению, так. Но я об этом очень сожалею, да. Звонарь не спит, Звонарь толкни колокола. Будь добр, брат, И сделай все красиво. А у вас есть любимое стихотворение, написанное вами? Ну, у меня сейчас что-то крутится, но я давно написал «Метель». Эх, метель, какая же ты дура, За порогом сразу по щекам Нахлестала отмышью подруга И давай таскать по кабакам Заметает лунную дорогу, Заметает мой неровный след И ведет к шумящему порогу, Где святых и праведников нет. Ну, в общем, это длинное стихотворение, как бы, я на нее песню хочу сделать. Все, ребята, занавес Зависал Нахрен компромиссы Слово дал Больше смысла в жизни не ищу Все уже попробовал Не хочу Ваш любимый поэт И у меня вообще без всяких компромиссов И у меня поэт Есенин, конечно. Там, кстати, тоже «Метель» есть Стихотворение Ну, у меня и «Метель» есть, да Голубая кофта, синие глаза Никакой оправды, милый, не сказал Вот, помните, это как раз-таки, да Честно говоря, хочу задать еще один вопрос Что касается любимого Только уже про песню Есть ли у вас такая песня, Исполненная вами, Которая вам больше всего нравится Больше всего по душе? Нет ответа на этот вопрос Я серьезно их говорю Потому что они все, вот, все-все родные Вот, правда, я раньше думал, что люди лицемерят Что вот это написал, это мое дитё Нет, это мой ребенок, правда Я вот не могу никого отличить друг от друга Вот без всякого Вот, я там для себя, знаешь, допустим Эту песню принимают лучше, а эту хуже Вот так, есть такая градация Но опять же, потом приезжаешь в какой-то другой город И у тебя, получается, наоборот Эту песню принимают лучше, а ту хуже И тут, ну, просто нету их Я думаю, ну, куда, как тут выбирать? Тут никак не выберешь Нет, нет, это без лукавства вообще Измени, брат, пластинку Неудобно Здесь слушать нам стинга А на той стороне своя в доску Встает этой бутырки же В кого вы верите? Ну, если говорить о вере, то это вообще мне как бы, я думаю, и говорить об этом не надо все как бы личное там, да, что мы верим Вот, я не скажу, что я такой прихожанин, например, в храм Вот, хотя у меня был опыт, я обжегся Один раз я попастился И вот хотел исповедоваться, прийти Причаститься, вот я все это проделал Процедуру, готовился У меня храм Зосима на Щелковском На улице Байкальская Я подхожу к батюшке и ему говорю свое желание Что я хотел причаститься и исповедоваться Он мне говорит Не, иди ты как бы Не вижу тебе смысла ничего делать Исповедоваться То есть он меня так отбил, что у меня желание вообще пропало Вот, и я уж там прихожу Сам с собой Пообщаюсь там, с кем мне надо, да Вот, и вот в этом у меня сейчас все заключается Но я дружу, у меня есть очень хороший Друг с химонахом Илья Он мне написал песню, кстати, «Бутырка» Вот, она на альбоме есть Вот, уникальный человек Он меня очень просил ее спеть Потому что я чужих песен вообще не пою, в принципе Не из-за того, что я такой крутой А просто я вряд ли могу прочувствовать чужую песню Это тоже, что врать-то Вот, но эту песню я прочувствовал Он мне так ее загнал И я, в общем-то, с удовольствием ее спел И она получилась И даже батюшка говорит Ну, Миша, мне очень понравилось Я говорю, ну вы хотели, вот, пожалуйста, я вам сделал Но он, у нее сложная судьба Он тоже там бывший рок-н-ролльчик Потом схима Потом долгая история у него За что или кого вам не жалко было бы отдать свою жизнь? Ой, Вика, ну вы даете Нет, ну за семью, наверное, за кого Уж, блин, точно не за знамя Захлебнулась моя Русь своим стоном Растащили тебя, мать, по притонам Подсадили на иглу малолеток Да с пивком подогнали таблеток Не чужою войной Так с парицами Расправляются теперь С пацанами И в ограды погостов Словно в клете Непрерывно идут и идут Наши дети Самый любимый продукт Вашего детства Халва Халва, да Еще мы в интернате покупали крем заварную Но его заваривали, а мы его прям так ели Распечатывали и грызли Вкусно очень А какое качество вы больше всего Не любите в женщинах? Какое качество не люблю Глупость, наверное Потому что от глупости все идет И предательство там И все Отсюда вытекается Глупость Если бы вам было дано прожить еще одну жизнь Кем бы вы стали? Да Собственно Так же, наверное, и прожил бы У меня таких Ничего страшного не было Я считаю, что я неплохо проживаю ее И Меня все устраивает Те люди, которые меня окружают И буду так окружать, я надеюсь У меня все И друзья хорошие Я же говорю, у меня просто нет там Рубаху порву там, да Вот А так все, я как бы Наверное, так бы и прожил бы Все хорошо было А у вас есть хобби? Нет, сейчас нет хобби Никакого Ну, собаки только Собаки, да Это мое хобби Назовем так Вот Собаки у меня всю жизнь Меня как бы сопровождают У меня год назад Вот погиб мой эстаф У меня был Бося Боинг Паспорт А так Бося Вот И я Я так тут задумался тоже Вот когда я его потерял Вот наши жизни Они живут там в среднем 12-15 лет Вот Жизнь человеческая Шесть собачьих жизней Где-то примерно Вот И у меня всю жизнь собаки И вот я считаю Сколько уже у меня их прошло Иск Вот И конечно Я после гибели своего пса Сейчас завел уже другого А все это было То есть Я был в таком В прострации Когда вот у меня погиб Мой Боинг Что я тут же ночью В интернете нашел фотографию Какую-то более-менее На него похожего Щенка Ночью поехал И его взял Вот Ничего не соображая Оказалось что это Совершенно не став А чупакабра какая-то Прости господи Вот Но я его теперь уже Все равно люблю Но у меня уже живет год Вот В общем Такой Прости господи Пес Но все равно уже родной За мной Не занимайте господа Я в этой очереди крайний На четырех крылах креста Отправиться в путь дальний Не говорите мне прощай Скажите мне до встречи Сегодня я А завтра по тебе Заплачут в храме свечи Вы любите отмечать свой день рождения? Раньше любил 50 лет Когда я себя отмечал Вот правда Это был такой грустняк у меня Вот 50 лет Да И после 50 До 50 у меня как бы все Праздник нормальный День рождения А после 50 что-то Я думаю Что-то уже не вижу А подарки любите? Ну да Я просто не люблю Когда Дарят подарки Когда На отвали Короче То есть Ну Отметился человек Подарил тебе Который Вот Люблю искренние подарки Когда тебе пришли Скажи Вот ты Вот ты хотел На тебе Вот от всей души Вот на тебе Вот этот подарок Я люблю А когда тебе приходят Говорят С днем рождения Тебя там По дороге где-то Купил там что-то тебе Вот Я же вижу Это каждый кстати видит Когда ему дарят Такой подарок Это каждый видит Такие подарки Мне не очень нравятся Хорошо А тогда может быть Все-таки у вас есть Любимый праздник? Новый год Да Этот без изменений С детства Он наверное у всех Такой праздник И у нас дети уже Как бы выросли Взрослые Но мы с женой Все время елку наряжаем Это такой ритуал Все это так приятно Все здорово Все так хорошо Расскажите пожалуйста Забавные случаи С концерта Выступления Ну нет Это не тот случай Это я просто сам наблюдал Мне очень Я просто смеялся До упада Это Мы где-то работали Там был Жека Петлюра И ваш покорный слуга Значит И Жека Отпел песню Вот Стоит стойка Микрофон Вот И Жека Берет откручат И поднимает ее Чуть ли не до потолка А Петлюра Он такой рост Как и я И выходит Петлюра К этой стойке Ну и конечно Мы тут все рухнули Пока он там доставал Микрофон Вот Ну больше не вспомню Сейчас не готов Что для вас Жизнь Ну наверное Задача какая-то Какое-то задание Зачем-то Пришли мы сюда же Вот мы потихонечку Учимся И живем Живем В общем наверное Вот так Вы счастливый человек? Да 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 У меня и дочка хорошая И сын хороший И мы все любим Друг к другу Поэтому в этом плане У меня тыл Надежный Думаю На стол не ставят Поднятый бокал И это Уже даже не примета Не тормозите Те кто не устал Храни вас Бог И долгие вам лето Храни вас Бог И долгие вам лето Храни вас Бог И долгие вам лето Друзья Желаю вам удачи Здоровья Всего-всего Самого доброго Живите честно Слушайте хорошие песни С уважением к вам Михаил Грубов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому